Всем привет! Сегодня мы с вами поиграем с новинками одного из самых моих любимых бюджетных брендов, а именно с брендом Reluie. Я зашла на сайт Parfums, полистала там новинки и сразу мне бросились в глаза вот эти новинки от Reluie. Я не знаю, насколько это прям новинки в принципе, но это новинки, которые появились вот в Украине, скажем так. Постаралась максимально много набрать для того, чтобы полноценный макияж сделать. И здесь у меня и палетка теней, и подводка, и средства для бровей, даже фиксирующий спрей. Все это, как всегда, я буду демонстрировать в нанесении сегодня, поэтому вы сможете рассмотреть все нюансы. И если я вас заинтересовала, то, конечно же, продолжайте смотреть. Итак, как видите, я уже на середине макияжа, и глаза я сегодня сделала с помощью новинок. Первое, что я взяла, это консилер от Reluie, который называется Bright Touch Concealer, из серии Комплименты, и у меня это оттенок номер 2. Я сначала использовала его как базу под тени, нанесла просто для того, чтобы выровнять общий тон века, и сразу заметила, что у этого консилера не очень плотное покрытие. Он такой, знаете, немножко водянистый. Да, слегка перекрывает, и, в принципе, как база сработал неплохо, но в то же время, если вы ищете плотный консилер, то это совершенно не то, что нужно покупать. Также этот консилер я сегодня использовала и под глазами. Мне понравилось, как он освежает. Вот он именно освежает. Может быть, это именно из-за этого оттенка второго, но вот после нанесения как-то сразу вот эта зона заигрывала другими красками, то я была какая-то уставшая, такая чуть припухшая даже, а после нанесения, ну вот не могу сказать, что прям все перекрылось так, что я стала, знаете, как манекен идеальная, но в то же время, ну вот посвежела как-то. Ну а для макияжа глаз я взяла вот такую вот палетку, которая называется Paradise Nude Eyeshadow Palette. Первое, о чем я подумала, это то, что наконец-то вот такой вот формат. Если вы смотрели мой обзор «Лучшее и худшее» от Рилуи, то вы знаете, что там была у меня такая двушка тени или трешка тени, по-моему, трешка теней, и я там говорила, что вот Рилуи нужно сделать ту же формулу, но только более современный формат, какая-то палетка, чтобы это была, и желательно какая-то хорошо продуманная палетка в плане подбора оттенков, а не просто рандомные какие-то цвета, и синий, например, как это любят делать в последнее время. И вот это, я считаю, очень удачная штука, вот я прям свои слова из того видео вспомнила, когда смотрела на эту палетку. Сегодня я сделала макияж с помощью практически всех оттенков. Единственные 4 оттенка, которые я не использовала, это вот эти вот, и вот этот по центру, он просто божественно красивый, это такой золотой, который дуахромит зеленым. Я уверена, это будет потрясающе красиво выглядеть на глазах, но так как я сегодня хотела тоже использовать баклажановую подводку, я все-таки решила вот этой вот гаммы больше придерживаться. И вы знаете, мне понравилось качество этой палетки, легко тени растушевываются, легко наносятся, чем-то сравнимо с Colourpop. Наверное, Colourpop все же в моих глазах немножко лучшего качества, но в то же время Colourpop и дороже, во-первых, и достать его сложнее. А вот это более доступный вариант, хотя я бы не сказала, что эта палетка прям сильно бюджетная, то есть у нее цена такая, ну средненькая, скажем так, но в то же время вполне оправданная. Это качество вполне оправдывает такую стоимость. Короче говоря, макияж глаз я выполнила абсолютно без проблем, все легко тушевалось, все легко наслаивалось. Также здесь очень ходовые вот эти два оттенка, не теплые, не рыжие, которые всех уже достали, а такие, скажем, наверное, даже нейтральные. Я бы не сказала, что они холодные, они именно такие нейтральные. И здесь также вот этот талповый оттенок очень красивый. Короче говоря, вариантов здесь много. Здесь можно и повседневный макияж сделать, используя просто вот что-то вот, вот эти вот даже два оттенка. Также можно сделать что-то более нарядное или что-то более смокий. Например, если сосредоточиться на вот этих двух оттенках, получится очень такой красивый смокий вечерний. Что касается подводки, сегодня я использовала тоже подводку от Riloui Paradiso Sparkle Color Eyeliner. И оттенок у меня пятый. Это бордовая подводка. Формат у нее такой вот, знаете, как вот раньше подводки делали, то есть тут такая очень тоненькая кисточка. И, кстати, нормально с помощью этой кисточки делать макияж. Она очень пластичная, то есть можно прям вот так вот, знаете, как каллиграфическим таким вот розчерком сделать стрелку. Но если вы умеете делать стрелки, то вот этот формат вам должен понравиться. Если вы испытываете проблемы с тем, чтобы сделать стрелки, может быть, лучше тогда взять подводку, которая как подводка фломастер. Но что ее отличает, это вот этот оттенок обалденный, просто бордовый. И, кстати, он абсолютно полная копия с моим сегодняшним свитером. И мне нравится, как это выглядит. Зеленые глаза тоже вытягивают такой вот оттенок. И если даже я бы не наносила сегодня тени, а просто вот сделала бы подводку, очень красиво было бы именно с зелеными глазами. Ну а теперь давайте двигаться дальше. Продукцию для лица, кроме тональной основы, я не наносила. На тональную основу будет другое видео. Я сейчас сделаю как раз обзор еще и тональной основы. Короче говоря, сейчас я буду использовать хайлайтер еще новый от Reluie. Это Unicorn Kiss. Хайлайтер компактный голографический. И цвет розово-голубой. И этот хайлайтер, его прикол в том, что он вот разделен на две части. С одной стороны такой какой-то пастельный голубовато-лавандовый оттенок, а с другой стороны нежный такой розово-персиковый. И при смешивании это дает именно такой, вы знаете, единорожный эффект. То есть такой какой-то нежно-лавандовый что ли. О, кстати, я забыла нанести еще корректор или бронзер. Moment. Да, так, по-моему, гораздо лучше. И сейчас я буду смешивать оба эти оттенка. Кстати, смешивать мне нравится больше. Потому что если по отдельности брать, ну, как-то немножко странновато на скуле выглядит вот этот голубоватый оттенок. Он и так, в принципе, получается такой, ну вот, лиловый именно. Я не знаю, насколько это сейчас будет видно. Я постараюсь это передать в любом случае максимально хорошо, насколько сможет моя камера. Это ни в коем случае не повседневный оттеночек, который, знаете, вот так вот нанес с утра, там даже не глядя, под любой макияж или без макияжа. Это нужно именно под какой-то эффект. То есть под какой-то определенный макияж глаз. А что касается качества, то мне качество понравилось этого хайлайтера. Он не подчеркивает текстуру, он красиво ложится. У него интересный оттенок и недорогая стоимость. Что еще можно, в принципе, хотеть от него. Для бровей я сегодня возьму пудру для бровей. Я ее уже тестировала. Называется, кстати, серия Relui Pro Brow Powder. И оттенок у него третий Dark Brown. Я уже тестировала эту пудру. И, знаете, вот этот оттенок, наверное, для меня рыжеват. Мне нужно будет что-то холоднее. А вот этот оттенок немножко темноват. То есть, как бы, я бы сказала, что этот продукт подойдет для тех, кто темнее, чем я в плане волос. Кому нужны более такие выразительные брови. Но вот что касается качества этой пудры, то, вы знаете, она на высоте. Потому что я вообще не заметила разницу между вот этой пудрой и какими-то более дорогими пудрами. Очень-очень хорошо ложится. Я, кстати, использую сейчас более темный оттенок. Я потом его слегка вычешу. И надеюсь, что получится именно то, что мне надо. Потому что вот этот вот я использовала в прошлом видео, которое о том, как я ушаталась за два месяца материнства. Вот там вот я использовала вот посветлее оттенок. И там у меня брови, мне кажется, такие рыжеватые получились. Выпадают из общей гаммы моего лица. А вот этот нормальный, но немножко темноват. То есть, если бы у меня был вот такой вот цвет волос, было бы вообще идеально. Стойкость тоже хорошая. До конца вечера, пока я не смыла, брови мои никуда не делись. Ну, как я и говорила, их нужно прочесать, чтобы смягчить немножко пигмент. И вот так, по-моему, норм. И сверху закреплять я это буду вот таким вот гелем для бровей. Называется он Perfect Fixing Brow Gel. И здесь написано, что это идеальная фиксация, удобная щеточка. Содержит пантенол, уход и восстановление бровей. Ну, давайте посмотрим. Он, кстати, прозрачный. Никаких ни оттенков, ничего он не добавляет. Вы знаете, что я люблю вот так вот прочесывать брови наверх. Делать из них шухер. Ну, по-моему, неплохо. Вот вместе эти два продукта красивый эффект создали. И последнее, что у меня осталось для лица, это вот такой вот фиксирующий спрей от Reluie, который называется Makeup Fixing Spray 3-in-1. Состав тоже у него такой, знаете, неплохой. Единственное, здесь бензиловый спирт в качестве консерванта, но больше других спиртов в составе нет. Поэтому, если бензиловый спирт вас не отталкивает, бензиловый спирт практически всегда используется в минеральной косметике, как консервант. И он считается, ну, таким еще, скажем так, знаете, допустимым. То есть, не чем-то таким супер ужасным. В общем-то, если он вас не отталкивает, можете запросто покупать. Мне, кстати, понравился этот фиксирующий спрей. Он добавляет свечение. Я не могу сказать, что мне сейчас нужно еще дополнительное свечение, потому что я и так сияю, как единорожка. Но ничего, добавим еще немножко. Прям поэтесса. Ну, теперь свечение точно, хоть отбавляй. В прошлом видео я, кстати, обронила ту же фразу. Достану свой любимый нюд и накрасила губы, не сказала, чем. В общем-то, красила я губы в прошлом видео помадой от Рилуи из линейки Paradiso Long Lasting Matte Lipstick. И оттенок у меня первый дежавю. Многие в том видео задавали вопрос, что же это за помада, что за любимый нюд. В общем-то, это была вот эта помада. И она мне очень нравится, как по своему качеству. По качеству она очень напоминает вот эти вот известные у Рилыи помады комплименты. Вот практически та же формула, только другие оттенки. И вот этот нюд, он очень классный. Он очень светлый. То есть под любые смоки, под что-то насыщенное вот прям очень красиво будет выглядеть. Это, знаете, тот нюд, который стирает ваши губы с лица, но в то же время не превращает вас в мертвячку такую, знаете, с синюшными какими-то губами. Последнее, что добавлю про эту помаду, это то, что она очень быстро на губах схватывается. Совсем немножко, я бы сказала, подсушивает. Ощущение такой какой-то тонкой пленочки на губах есть, но учитывайте, что губы у меня убитые просто напрочь. Поэтому, если у вас в хорошем состоянии губы, скорее всего, вам будет гораздо комфортнее с этой помадой. Ну что ж, у меня все. Это были все новинки от Reluid, которые у меня появились. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также можете сейчас посмотреть одно или оба видео, которые вам предлагает YouTube, если вы вдруг их не смотрели. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.